привет дорогие друзья я начинаю новый влог прямо с реки с берега я решила прогуляться вообще вот знаете сейчас такие хорошие не жаркие осенние деньки и тянет на прогулку вот я и прогуливаюсь очень здорово здесь я люблю наш двор заканчивается уже октябрь и через два дня начнется ноябрь у нас золотая осень коснулась пока только клёнов хотела еще задолго до того как мы здесь поселились я очень хотела квартиру в этом доме мне нравится это место прям уютная вот этот двор мне всегда нравился и мне безумно нравилось и нравится и продолжает нравиться соседство с моей любимой школой которую я закончила в этом году к ней добавили крыльцо чудесные дорожки солнышко уже приготовилась садится красивые листья у клёна такая точка знаете красивая такая серая серая тучка я иду на прогулку друзья и как и вам в прошлом видео сказала что ходила на прогулку и не взяла с собой фотоаппарат о чем очень жалела но сегодня взяла поскольку вот эта красота должна быть увидена вами вдруг кто-то не видит вдруг у кого-то уже зима ну у нас вот такая вот красивая желтая золотая осень ну и еще абсолютно зеленые тополя вот клены 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 ой кушечка моя пылопулечка их жалко всех ё-моё о гриб вырос на дереве вот такой красивый дикий виноград видите люблю я наш райончик вот очень люблю был сильный ветер и видите веточка большущая вот обломилась так и висит две две веточки посмотрите какие хризантемы шикарные такой красивый розовый цвет просто шикарный и там уже на подходе белые хризантемы и котик чурненький хорошенький посмотрите какие красивые хризантемы желто оранжевые очень красивые кстати не видела ну как-то не приходилось именно вот такого оранжевого цвета хризантемы видеть а вот красный красота сейчас еще к одному кустику подойдем тоже тоже еще один такой огромный это не кустик это куст огромный куст хризантем здесь так пахнет вкусно булочками кондитерская пекарня и я сейчас сюда войду я просто не могу сюда не войти но такой аромат так вкусненько вообще вообще в общем друзья я взяла себе пироженку сейчас я вам покажу и сейчас возьму чай там человек себе наливает сейчас я себе налью саусеп люблю саусеп короче друзья я попала в просак надо было нажать воду а я нажала кофе и вот у меня теперь вместо чая кофе надо было нажать вода а они прям рядышком там вода и американо я положила этот пакетик в этот стакан нажимаю вода а мне течет кофе то есть я немножечко как это не попала теперь пью кофе хотя хотела выпить чаю ну называется попила чаю клумбочка с цветочками и я с кофе ой фонтан не включили я так люблю сосны вообще вот это место где я сейчас гуляю это уже был берег реки раньше и тут росли и сосны песок песчаная почва сосны я когда-то тут была в санатории это у нас намыв ну когда-то это когда я была еще мне было что-то 12 лет всего так ладно по кофейку друзья не могу себя показать потому что все руки заняты видите так так тут сумка висит тут кофе а тут еще висит этот мое пироженко но я его уже буду есть дома и наверное завтра потому что я люблю с заварным кремом она сказала что это маффин с заварным кремом я его купила вот такой маффин знаете в такой высокой коробочке вот мой кофе я как беспризорный человек ну сейчас же у нас красная зона кафе не работают приходится вот так на лавочке ой маффин я уже откусила один кусочек очень вкусный ну друзья у меня тут немножко еще осталось давайте по кофейку муаффин и далее и и и и и и луна почти полнолуние но еще не совсем это так символично я как приезжаю на намыв в какой-то веке обязательно вижу здесь луну у нас на украине очень уважают белоруссию и все белорусские продукты в общем чтобы продать пишут белорусское масло там еще что-то все белорусское и вот белорусский газ в общем все что белорусская когда-то в юности мне очень нравилась песня осторожно листопад там что-то тополя горят как спички сколько рыжего огня синеглазая москвичка засмотрелась на меня смотрит долго и тревожно ну а если я жена осторожно 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 листопад очень нравилась мне эта песенка я ее с удовольствием слушала но у нас тополя еще зеленые никакого рыжего огня не наблюдается только зарево заката лужица вы были дожди вот несколько ночей даже не днем а вот ночью несколько ночей были дождички вот лужица красиво я сейчас хочу пойти на причал на берегу всегда светлее река отсвечивает небо пахнет костром но ничего удивительного здесь бар летнее кафе какая красота ведь вечерняя река как пахнет костром хорошо так что-то я хотела на причал вон туда а пришла на берегу что мне на причал не очень хочется идти сейчас мне здесь больше нравится вот так на природе как приятно красота просто красота цветочки желтенькие их уже наверное не видно уже здесь уже темно а река светлая и небо светлое еще я все-таки решила зайти на пристань на причал вернее ну какая разница и сейчас пойду в самый конец там где глубоко смотрите как здорово как красиво такое небо красивое и сиреневые облака там уже темно и так переходит темнота вот в этот свет смотрите как красиво и и как в песне поется там вдали за рекой загорались огни там вдали за рекой загорались огни в небе ясном заряда горала здесь ловят рыбу рыбаки и вот я увидела на удочке у одного рыбака лампочки сейчас подойдем ближе и посмотрим вот на двух удочках лампочки посмотрите какая яркая стала луна все темнее и темнее уже практически с той стороны темно а здесь еще за счет запад западного вот этого заката еще светло на реке а там уже темно и посмотрите какая луна яркая красота я так понимаю на хэллоуин будет полнолуние и наверное пятница слушайте ахаха и водорослями пахнет друзья уже совсем темно это я уже как можно светлее сделала но мне так неохота уходить отсюда и луна вообще не хочется уходить с берега здесь такой воздух здесь так хорошо вообще уходить неохота вот так вот мигают вот эти вот лампочки красиво и вот так вот красиво они на мне отражаются мне нравится я решила еще разочек снять это эдакое мигание сейчас около шести часов вечера оно видите уже совершенно темно я еду домой уже в маршрутке друзья я уже дома прогулка была очень приятной общение с природой всегда очень приятно я осталась довольна вот действительно погоды такие стоят хорошие не жаркие что хочется все время проводить на природе но я этим и занимаюсь как вы видите как вы поняли девчонки мальчишки с добрым утром на кофейку и обратите внимание какая у меня красивая чашечка это марихина чашка ну короче в маришкиной квартире она была я ее прибрала к рукам она мне очень нравится знаете такой вот очень приятный молочный цвет и на нем вот такая надпись и рисунок мне это очень нравится это сейчас буквально вот пару дней это моя любимая чашечка и я вам показываю более подробно эту чашечку да она такая видите теплый такой цвет топленого молока вот сама чашечка и вот так хорошо подобраны краски вот этот вот лесной орех красная нежно-коричневый цвет ореха так хорошо сочетаются вот с этим молочным цветом чашки и знаете вот как бы какую-то остроту чтобы не было слишком пресно вносит вот этот черный цвет буквы Н и вот тут вот что-то еще написано да вот и вот прям прям чашечка загляденье я пью из этой чашечки вот как я уже сказала уже пару дней и видите как у нас по-прежнему красиво и влажно влажно немножко туманное утро и мокрые дорожки вероятно туман по-моему не было дождя да дождя наверное не было хотя все может быть может быть и был ночью вот ну погода красивая чудесная по кофейку друзья а я уже сделала несколько полезных дел и у меня осталось еще одно очень полезно два два еще два очень полезных дела в общем я вам говорила я вчера лентяйничала и целый день не мыла посуду ходила гулять что собственно вы видите в этом видео и у меня сейчас задача номер один перемыть посуду сварить суп хочу суп сварить уже не борщик а суп борщик вот мы доедаем уже хочется с рисом сварить суп хотя сереже рис не рекомендуется но я немножко вот и что еще я хотела а и хочу пожарить яичницу на сливочном масле я очень люблю кстати яичницу на сливочном масле по кофейку и недавно я себе жарила я люблю так знаете много масла а вот и яичница из двух яиц на сливочном желтеньком таком маслице это кусочек хлебушка вот такая вкусняшка обожаю девочки как же я это люблю вкусняшечка сделала салатик из квашеной капусты капусту мы покупаем я я ничего никаких заготовок никогда не делаю вот и укропчик сегодня вообще много укропа купила такая цена была приятная я с утра пошла пробежалась да вот и вот сделала такой салатик добавляю туда всегда в квашеную капусту сахарочка немножечко сахарочек потом постное масло лук и вот поскольку укропа много накупила с укропчиком люблю укроп мы с Сережей любим укроп и супик уже доваривается суп с макарончиками просто суп мы берем альтернатором я Чудесная прохладная погода Я продолжаю прогулку, друзья Вот здесь церковь такая красивая Раньше в этой церкви были очень красивые две иконы Но они были не как иконы, я уже говорила об этом однажды Они были как картины, знаете Такой Иисус Христос, как в космосе Вокруг такое синее небо, звёзды И Богоматерь тоже так же Мне очень нравились эти картины И я сюда заходила Очень часто заходила Потом поменяли всё Сделали всё золочёное А золочёное уже стало смотреться Ну, не так Смотрите, какой огромный тополь Красивый Тополь серебристый У нас растут тополя и серебристые, и просто тополя Вот это тополь, у которого серебристый ствол У него же и листочки серебристые Особенно с другой стороны И вот Мне и те, и те нравятся Мне просто нравятся огромные вот такие тополя Вообще Такие деревья Красивые Очень люблю Сосны, ели Очень люблю Очень красивое здание банка Такие красивые окна Свет горит Красиво Очень красиво Просторные помещения Светлые Вообще Красивое здание И внутри Красиво Красивый куст Какой, друзья Такие листочки Вообще Осень красивая А я просто гуляю по городу Ну, конечно У нас, знаете Если бы не больше грузы Было бы получше Слишком много шумных машин И они везде Но зато мы сейчас придем В сквер К фонтану Этот сквер Насколько я знаю Недавно открылся Сравнительно И Я хочу посмотреть На красивый фонтан Потому что фонтанов Некрасивых Просто не бывает Вот в этом скверике Это на Садовой Недавно открылся фонтан И я хочу Им полюбоваться Бархатцы Бархатцы Петуньи Бархатцы У нас Называются Чернобривцы И петуньи Вон он, фонтан Сейчас подойдем К нему Сквер этот Очень красивый О, там даже Какой-то киоск С кофе есть Надо подойти Проверить Что там Может что-то вкусненькое Ну и пойдемте Такие шары Красивые О, фонтан Прямо из пола Мне тоже Очень нравятся Такие Классный фонтан Просто супер Видите Сколько здесь Людей На скамеечках Сидят Конечно На фонтан Можно смотреть Очень долго Бесконечно Нельзя Потому что Чего-нибудь Захочешь Или поесть Или еще Куда поважнее Но Очень приятно Смотреть Немножко Пахнет хлоркой Ух ты Вы видите Подсветочки Какая красота Какая красота Вот такие Подсветочки Зелененькая Синенькая Синенькая Она такая Синяя Яркая Не передает Камера Синевых Видите Как много Все Все Буквально Каждый квадрат В подсветочках Класс Точно Скоро Подвешу Свои Разноцветные Огоньки И скамейка Под огромными Деревьями Я люблю Деревья Вообще А сейчас Она вообще Обострилась Так люблю Деревья Вообще Просто Супер Ой У нас Конечно Город Вот с нашим Мэром Очень Преобразился В лучшую Сторону Просто Расцветает Расцветает На глазах Вот за эти Пять лет Хоть бы еще разок Его выбрали Сейчас у нас Перевыборы Будут Ну в смысле Не перевыборы А второй Тур Такая красота Фонтаны Везде Скверы Парки Все это Строится Все это Ну просто Красиво Красиво Очень Все для Людей Вот просто Красота И прелесть Сейчас А вот А вот Мои носочки Выглядывают Ох Какие фонтанчики Какая Прелесть Вот Села Сижу Мне надо Идти Но я Посижу Я посижу Полюбуюсь Этой Красотой Такой молодец Так город украсил Есть куда пойти Есть на что Есть чем полюбоваться Есть на что посмотреть Молодец Это наш Сенкевич Молодец Надеюсь Что он пройдет Во втором Туре Очень надеюсь Я ведь живу В этом городе Мне хочется Чтобы город Был красивым Чистым Каким он сейчас Является Вот так Светится Пол Ну Пол Или как Можно сказать Поверхность Этой площади Уже Немножечко Темнеть Начинает Д Felipe Немножечко Туре La Д Немножечко Немножечко Саша! Саша! Мы догадались сейчас! Давай, уже с нами! Саша! Саша! Саша, кепелька! Послужим, кепелька, наверное, дождь меня. А что? Капелька! Капелька! Очень оживленное место, как и все места в нашем городе, где есть фонтаны, которые созданы были вот за эти пять лет. Просто красота! Иду дальше. Ой, спортивная площадка какая-то! Смотрите! Ух ты! Слушайте, какой хороший стал этот... Он и был всегда этот район хорошим, но какой он стал вообще! Каким он стал обалденным! Спортивная площадка, пожалуйста! Классная! Везде скамеечки, везде плиточка, фонари. Ну, просто прелесть и красота! Надо сюда почаще приходить. Смотрите, сколько скамеечек, пожалуйста! И здесь очень даже оживленные молодежи много, вон, занимаются. И, в общем, люди всех возрастов. Дети около фонтана бегают, катаются. С колясочками прогуливаются. Молодежь вот тут вот занимается. Уже темнеет, уже ничего не видно. Красиво вымощена эта улица. Старый дом. Очень старый. И очень красивый. Потому что отреставрировали. Здесь находится у нас... Краеведческий музей. А я не была. Старофлотский казарм. Надо будет пойти в этот музей. Он уже здесь... Я не знаю, сколько лет. Лет десять, наверное. Может, больше. Я не знаю даже. Я еще ни разу не была. Надо пойти. Очень красиво здесь. Мне нравится. Люблю такие кустарники. Знаете, кипарисовые такие. Развесистые. Люблю такие кустарники. Ух! 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 Хорошо так как. Скамеечки стоят. Очень уютно, очень красиво. Субтитры делал DimaTorzok 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 Это тоже сквер Альшанцев Это уже советская А вон там наша знаменитая площадь соборная Очень оживлённая и очень посещаемая Там всегда много народу, там всегда молодёжь И в общем люди разных возрастов там отдыхают Очень приятное, красивое место Летом там фонтаны Вон сколько народу там Всегда здесь много народу, всегда И дети, и молодёжь, и люди более старшего возраста Красиво И рано темнеет, поэтому так получается, что я возвращаюсь домой по темноте Хотя ещё... Это я на мосту Вот так красиво отражаются в реке все фонари Ну всё, я уже выхожу Почти-почти вышла с моста Ну ещё немножечко И дальше идёт освещение Просто красота, вы знаете В городе стало много места, где можно отдохнуть и погулять Девчонки, сегодня у меня Меня потянуло на гранаты В общем, и даже кофточка вот такого гранатового цвета И украшения все на мне гранаты Ну, плюс ещё немножко сапфиров Сейчас покажу Браслетики Гранаты и сапфиры Сапфиры Гранаты Когда-то... Я уже говорила много раз, кто меня давно смотрит Это когда-то были часики Но я в них искупалась Сейчас поправлю Я в них искупалась в Средиземном море, когда мы ездили в Турцию И они перестали быть часиками Я их потом превратила в браслетик, потому что Средиземного моря они не перенесли Так, теперь Сапфиры Всё серебро И гранаты И всё тот же вставленный не камешек, а стёклышко вставленное зелёненькое Пусть будет, мне нравится Так, это мой крестик Куда он проваливается у меня? Подождите Вот Крестик И бусики Тоже всё гранатовое С крестиком тоже связана история забавная Я вам рассказывала Так И да И бусы Показываю вторую руку Тоже со стёклышком вставленным А также с камешком Вот всё, что выпало Всё повставляло Только немножко другое Потому что то было утеряно Не хочу поправлять Не хочу А это целое колечко Ничего из него не выпало Вот Тоже гранаты И на этой руке у меня серебряный мой браслетик Столетней давности Судесно Сегодня солнечно Ясно и солнечно И я сейчас иду гулять Я прям с удовольствием гуляю Эти осенние дни Мне они очень нравятся Ну вот я люблю осень Вот она такая вся такая Ласковая, нежная И спокойная Поэтому хочется Всё время Выходить на прогулку И я иду Чуть не забыла серьги вам Девчонки показать Вот они Гранатовые серьги Очень красивые Шикарные Хотела надеть маленькие Скромные Но всё-таки решила эти надеть Очень хотелось А хотела вот эти Тоже очень люблю их Очень люблю Ну вот решила Отстановиться на длину Не попив кофейку Сегодня кофе будет Варанжевая чай Я же мёд купила Наконец-то Так теперь у меня кофе с мёдом Это очень вкусно Осталось ещё вот Вот эту вот штуковинку Ободрать со дна Вы знаете Ну приклеивают их Прям так Чтобы вообще Отклеить невозможно было Я только что Перед тем как пить кофе Пыталась её ободрать Но бросила это дело Потому что думаю Я буду её обдирать А время идёт Я лучше пойду погуляю Потом обдиру Давайте ещё раз По кофеечку А сегодня друзья У нас уже 30 октября Я как бы пошла На прогулку С этой чашечкой Но воздержусь Неохота лишнее Таскать с собой просто Сейчас доплю кофе И посмотрите Какое солнышко Как красиво Вот оно прям знаете Среди этих Жёлтых листьев Просвечивает Ну так Ой кошечка пришла Посмотрите Вы знаете Мазенькая Красавица Как я люблю котов Вы не представляете Это просто что-то Ты моя красавица Ты моя халюся Нет-нет-нет Нет-нет Знакомиться не будем А то я тебя полюблю Привяжусь И куда мы потом будем деваться Нет-нет-нет Я ушла Моя ты красоточка Ой, как же я их люблю Вы не представляете Девочки Вот такие Это самые нежнейшие Существа на свете Вот среди животинок Да, малышечка Красавица Моя ты красота На охоту вышла Или вышел Ну, не важно Моя мамочка называла Всех кошачьих Кошка Кот это был Или А я наоборот Котики Посмотрите Какая красота Ой, боже мой Так, пойдемте дальше Пойдемте дальше Обожаю наш двор Это та сторона двора Которую вы не видите обычно Ну, редко она у меня появляется Потому что сюда выходит окно из спальни А мы оттуда уходим Как-то И потом не возвращаемся Только спать возвращаемся Вот Ну, и как я миллион раз уже говорила Моя любимая школа Мои счастливые школьные годы Любила Очень любила И люблю по сей день Вот Ну, сейчас уже как-то уже забывается Вот Ну, очень любила я школу Учителей У своих соучеников По сей день люблю И хотелось бы встречаться Но, знаете Годы-годы Ух, ворона какая И еще Я была на берегу недавно Там столько было ворон И так много было еще и чаек Но ворон И они все что-то клевали Это тогда, когда я не взяла с собой фотоаппарат О чем очень сильно Пожалела Ой, смотрите, как хорошо Как красиво Моя школочка Любименькая Мои любимые детские годы Вообще, вот знаете Вот эти ворота Вот прям вот, знаете Это что-то такое символическое Вот эти ворота, да В них я входила Самый свой первый раз в школу Они были открыты И вот тут вот Много-много было Детей Вот первоклашек Мы все с цветами были С мамами С цветами Вот И вот здесь было много И каждая учительница Там вызывала К себе Детей Кто куда Кто к кому И я запомнила Ну, у нас была Надежда Григорьевна А в А-классе была Вера Лукинишна И в Б-классе была Лариса Семеновна Вот я их первый раз Увидела вот здесь И вот так как-то И запомнила их Иногда они подменяли Нашу учительницу Если она болела Вот, поэтому Мы были знакомы Более близко Вот Вот Очень люблю свой двор Вот этот прямо И тот, который я вам показываю Где мы с вами кофеечек пьем Тоже очень люблю Такая вот у меня сегодня Болтология Болтушка я Особенно с утра Ой, с утра я люблю поговорить У меня с утра Серотонин Серотонин зашкаливает Смотрите, какая красота Вот не пойму Чего я так темно Сделала фотик Когда я успела его сделать темно Что-то я, видимо, показывала И прям Все темное получилось Придется теперь Осветлять Вот так вот у меня получается Забуду поставить фотоаппарат На нормальный режим И он Темнеет Все затемненное Показывает Потом приходится В видеоредакторе Все это выправлять А потом говорю Вот у меня На редактирование На монтаж Уходит Куча времени Конечно Уходит Потому что Забываю Забываю Видите Прям клены Клены Боже мой Какие красавчики Какие красавчики А тополя Нет Тополя у нас Стойкие Тополя у нас Знаете Даже в декабре Иногда стоят Немножечко С чубчиками И такое у нас есть Вот так Вот какая красота Посмотрите Ну это же прелесть Это такие краски Чудесные Просто чудесные Женщины убирают Школьный участок Учителя Наверное Наверное Так Снимаем И я пошла Так И еще Как это Еще раз Мамаша Как много В нашем доме Вообще Вот в этом Живут Очень много Учителей Еще Старой закалки Когда Офицеры Приезжали сюда По распределению Вместе С женами Вот сейчас Я с соседкой Разговаривала Она тоже Работала В этой школе Но уже позже Чем Я ее Окончила Вот Знаете Я люблю Учителей Старой закваски Очень люблю Они все Такие Интеллигентные И благородные У нас Вот некоторые Знаете Уже конечно Было Когда мы Вселились сюда Посмотрите Девочки Мальчики Как красиво Я иду Я иду В парк Победы Я иду Красота, самое красивое дерево осени, очень красиво, просто супер, все побежала, а то меня там встал уже, знаете, такой хромает на обе ноги. Через недельку, наверно, сюда прийти можно. Сейчас наши ноги, вы не любите девчонки, чтоб я вас снимала? Это Наташка любит. Ноги? А, это вот ноги снимаю. И я вот, в кроссах. Если не будет дождей, приморок, ну приморок там не обещают, а то будет мокро, ну даже если и мокро, да? Красиво. Скамеечки. Вообще, вот эти аллейки две, они такие красивые. А смотри, как вот так вот сзади смотришь, ровненько так, классненько. Красиво, красиво. Мне нравится парк, поверь, да? Да воздух тут какой-то, да? Речка, речка, речка. Нет, я самой земли немного. Я недавно на этом, на речном трамвайчике недавно каталась. Не замерзла? Замерзла, мне плед дали. А, и там все по... Все предусмотрено. По темноте, девочки. О, они ж так светятся. А воздух какой. И восьмой причал весь светится. Да, да, да. О, кстати, вот на восьмой причал тоже там, так классно сделали, да? Ну там как-то скамеек нет, они не доделывают, да? Мы когда сзади заехали через Варваровский мост, и вы заходили на мост, и я смотрю, что-то светится. И потом поняла, что это же... И вы там поставили скамеечки еще? Может уже поставили? Ну там все, мне кажется, там все предусмотрено. Там какие-то ступеньки, на них, я так понимаю, наверное, есть деревянные. А там туда парку, там же, по-моему, уже работа эта. А я вообще там не была, я только проплываю мимо. Нет, там тоже такая зеленая зона. А как туда добираться? Чем? Трамвай. Да? Ладно, будете туда ехать, свистните, девочки. Может мы сказку соберем? Аж сказки видела бы. Девчонки, я зажгла вот эту свечу, и смотрите, она оплавилась. До меня наконец-то дошло, что вот это, вот сама эта тыковка сделана из воска. Вон там вот то, что, ну, горит и светится, это другое. А здесь вот такая оболочка, которая вот чуть-чуть оплавилась. И вот так вот берешь ногтем, да, или из воска, или из парафина, я не знаю из чего. Ну, в общем, вот такая. А я сразу подумала, что это пластик. Мне так нравится вообще. Короче, я зажгла вот эти две свечи. Два таких светильничка. И смотрю Хэллоуин. Хэллоуин там, где Эркюль Пуаро участвует. Ну, правда, на английском языке, поэтому я звук отключила вообще. И просто смотрю. Ну, помимо этого звука, вернее, вместо звука я там смотрю, слушаю какие-то мелодии приятные. Вот. Ну, я много раз видела этот уже фильм. Мне просто интересно посмотреть, как проходит этот праздник. Вот там вот, где его действительно реально празднуют в Европе. Интересно очень. Ну, и вот, чтобы усилить вот эти вот интересные такие ощущения, я зажгла вот эти свечи. А когда Хэллоуин, я толком не знаю, то ли с 30 на 31 октября, то ли с 31 на 1 ноября. Ну, я не знаю толком. Знаю, что в 30 числах. Такое вот классное всё. Тёпленькое такое, знаете, уже вечером прохладно. Это я рукой так. Вечером уже прохладно и хочется тепла. На этом, мои дорогие, я буду заканчивать это немножко прогулочное видео. Надеюсь, вам было интересно и не скучно гулять со мной вместе. Всех люблю. Пока-пока. Всем пока. Пока-пока.